Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы снова возвращаемся к теме больших синиц, а именно к вопросу предпочтения ими разной пищи. Сегодня мы продолжаем эксперимент с семенами подсолнуха, которые предлагаем синицам разными способами. Напомним, уже мы проводили эксперимент в духоводе, там давали синице корзинку подсолнуха и отделили семена розыска. И в тот раз у нас получилось, что синицы практически с одинаковой частотой брали эти и другие семена, отдавая небольшое предпочтение семенам розыска. То есть из корзинки они извлекали семена все-таки несколько реже. Сегодня мы проводим такой же точный эксперимент, только не в городе, а в деревне. С одной стороны самих синиц здесь гораздо меньше, поскольку у нас осень, к зиме большая часть птиц перемещается в город, там легче покормиться. А с другой стороны здесь гораздо больше природных кормов. Кроме того, те подсолнухи, которые у нас во всех видео играют одну из главных ролей, выращивались на огороде именно в этой деревне. Часть из них мы оставили на корне, и собственно синицы мои отлично знакомы, они уже там привыкли питаться. Кажется, это должно определить выбор в пользу семен в корзинках. Предлагаем синицам семена и смотрим, что они будут в первую очередь есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Результат эксперимента оказался во многом для нас неожиданным. И что интересно, очень сильно он отличается от того, который был в предыдущем эксперименте в городе. Если в городе синица примерно половину ели то и другое, то в деревне у нас они продемонстрировали очень четкое предпочтение семян россыпью. Из корзинки было взято относительно немного семян. Если посчитать сколько раз синицы взяли оттуда и отсюда, то на семена россыпью пришлось более 80%, 88%. Соответственно на семена в корзинке всего 12% всех клевков. Вспоминаем также мысль, из-за которой мы этот эксперимент начали проводить. Есть такая теория, что поскольку у всех птиц в природе реализуется видоспецифичный способ кормового поведения, он настолько крепко запечатлен в спектре поведения данного вида, что они будут именно этот способ кормового поведения, подобно машинам, которые только могут одним способом функционировать. Так вот и птицы будут этот способ кормового поведения проявлять в любых условиях, когда у них есть хоть малейшая возможность к этому. Но поскольку синицы в природе относятся к извлекателям, то есть умеют извлекать пищевые объекты из каких-то укрытий, в качестве укрытия в данном случае выступает как раз корзинка подсолнуха, то вот согласно этой кабинетной теории мы должны были бы видеть всех синиц именно на корзинке подсолнуха. Видим мы практически все с точностью до наоборот. Синицы прекрасно понимают, что взять отдельное семечко гораздо энергетически выжиднее, чем ковыряться в корзинке и пытаться там оттуда что-то вытащить. И это при том, что они прекрасно умеют вообще-то это делать. Но кроме того, они знают, что лежащие россыпи и семена легче оценить на пригодность, легче среди них выбрать самые подходящие, а те, которые не подходят, опять же без больших затрат энергии отбросить. В то время как в корзинке надо вытаскивать все семена по одному, проверять, отбрасывать. То есть это приводит к значительной потере времени и энергии. Надо также отметить, что вот такая экономия и времени и энергии на кормежку синицами проявляется уже осенью. Мы видим, что снег у нас во время эксперимента здесь еще не выпал. То есть уже для них это актуально, уже сейчас. Причем в деревне других кормов много, то есть они не голодные, они не так сильно привязаны именно к экономии времени и энергии, как это должно быть где-то в середине зимы при неблагоприятной погоде и незначительном количестве природных кормов. Это с одной стороны, а с другой стороны именно семена россыпью они видят в первый раз, а семена в корзинках видели уже многократно, уже привыкли этим питаться. То есть конкретно именно у этих особей некий стереотип мог уже сформироваться. Но как только появляется возможность, они этому стереотипу не следуют и начинают проявлять то поведение, которое для них наиболее выгодно именно здесь, в данный момент. Надо сказать, что это не последний наш эксперимент с синицами. Мы его повторим еще зимой, когда выпадет снег, когда доступ к природным кормам будет наиболее затруднен и посмотрим, что нам синицы покажут вот в этом случае. Продолжение следует...